Нейджел Фаредж возглавлял движение за выход Великобритании из Евросоюза. Конечно, мы рады, что сегодня он с нами. Нейджел Фаредж, то, что вы не присоединяетесь ни к каким внешним силам, это первая строчка вашей биографии. Всю жизнь вы пытались защищать только собственную страну, так что не думаю, что кто-то может отмахнуться от вас, как от орудия иностранной державы. В своем выступлении, просмотр которого сегодня вызывает потрясение, вы сказали, если мы хотим войны с Россией. Почему вы это сказали? Мне это было очевидно. Послушайте, вы абсолютно правы, Такер. Я националист, я верю в свою страну, я боролся за ее независимость, но я также верю в западные ценности. И у нас с вами, у Америки, Канады, Австралии и многих других стран есть много общего. И, конечно же, мы объединяли усилия в двух мировых войнах, чтобы сражаться за эти ценности. Потом мы совершенно сбились с пути с Афганистаном, Ираком, Ливией и многим другим. Глобалисты. Я говорю о Билле Клинтоне и Тони Блэре, которые это начали. А потом это стало догмой, то, что НАТО и Европейский Союз, эти империи, должны расширяться. Знаете, надо понимать историю России. Вторжение Наполеона, вторжение Гитлера, смерти десятков миллионов русских в результате этих вторжений. И я вижу, что расширение НАТО и Евросоюза на Запад после падения Берлинской стены было намеренно провокационным актом. Знаете, Черчилль сказал, когда пала нацистская империя, будьте великодушными в победе. Не тыкайте их носом в грязь в результате того, что было сделано. Попытайтесь обеспечить установление союзнических отношений и долговечного мира. Послушайте, буду с вами честен. Я не фанат Владимира Путина ни в каком смысле. Журналист вроде вас, журналист вроде вас не прожил бы в России долго, критикуя режим. Но в больших вещах, в том, что касается больших ценностей, понимая угрозу, которую представляют для нас и для вас исламский экстремизм и компартия Китая, нам следовало попытаться сделать Владимира Путина тем человеком, с которым мы могли бы вести дела, а не тем, кого мы спровоцировали и кому мы дали казус Белли, причину для военных действий, которую он может внушить своему народу. Итак, послушайте. Я ни на мгновение не оправдываю многое из того, что Путин сделал с 24 февраля. Но я понимаю, что ко многому из этого привели наши громадные геополитические ошибки. Продолжение следует...